Всем здрасте! Получается, груша с киевской генетики, я ее сюда перевел поближе к хряку. Дня два осталось, должна пойти в загул, покроем сразу. Боря, не пугай, покроем сразу хряком своим. А по клубнике именно, что касается клубники, у которой я забрал поросят, хотел видео заснять, когда хряка переводил туда, до клубники. Не получилось, потому что пришлось немного присутствовать при покрытии, потому что хряк тяжелый для нее. И что я хочу рассказать про Петрена. Хряк Петрен у меня на ногах высокий, и он свободно покрывает вот такую свиноматку, там килограмм 300 в ней. Вот такую свиноматку тоже килограмм за 300, что касается дюрков. И покрывает, но надо, то есть он получается выстребает, и он намного выше обычных свиноматок, маленьких, но первоходочек. Поэтому надо помогать будет, когда покрывает таких маленьких свиноматок. Чем не хорошо, потому что у меня хряк на ногах высокий, и он любую большую свинью покрывает нормально. А ну-ка, встаньте, давай. Грушу немного понюхай, и назад зайдешь. Он на ногах высокий, он когда прыгает на большую свиноматку, как раз четко все попадает. А на такие выше попадает, то есть надо помогать, поэтому... А хряка Петрена, которого я брал раньше в аренду, ну, когда первый раз своих свинок покрывал, он на ногах маленький. И вот тот быхряк, которого я брал в аренду, Петрена, он бы не покрыл вот таких свиноматок, то есть уже второй, третий опороз, таких он не покроет. А мой покрывает, чем хорошо, он на ногах высокий. Он худой, он получается как колбаска. Вот он выходит, вот. Он как колбаска, такой худенький, длинный, спортивненький, и на ногах высокий. На плитке скользко ему. Нет, чтобы он понюхал грушу, и груша его понюхала, чтобы они чуть-чуть поконтактировали. И она сейчас буквально два дня и загуляет. Груша у нас это те, которые привозил мне Юра. Я ее забрал от поросят, у нее сейчас перегорает молоко. И уже прошло, по-моему, дня четыре, сейчас в день-два она загуляет. Каштан, давай туда, сюда не надо. Давай туда. Вот, он высокий получается на ногах. И сам по себе не кулбышка, а то сарделька именно полная, а худенький, худенький. Ну, понятно, у него лопатка широкая, лопатки он шире, чем даже сзади. А и сам по себе высокий. И поэтому он справляется с большими проще, ему больших легче покрывать, чем первоходок. Таких, как у меня там после первого опороса. Клубника, груша. Вот он, Машку покрывает, дюрков всех килограмм за 300 свободно. Так, надо, наверное, тут закрывать, а то сейчас сюда. Спокойный, переходит хорошо. Вот этот, к примеру, если бы не надо было, сейчас его куда-то, он бы сам бы пошел. Ну, вот это походит, походит и назад пойдет. А сейчас, если его немного так подтолкнуть, давай, давай. Он и сам зайдет свободно. И самое главное, хряка не перекармливать. Держать его там на минимальном корме, потому что все равно для первоходок сильно тяжелый. В нем веса я даже не представляю сколько, потому что они тяжелые петрены. Все, пошел назад. Ну, сейчас, если будет открыт, он еще выйдет. То есть мне надо, чтобы он поконтактировал с самой грушей. Понюхал ее хорошо, и она его понюхала. Она уже, он хвостик задирает немного. Ну, уже у нее предзагульное состояние, поэтому сейчас малейшие контакты. И она завтра уже должна, послезавтра загулять. И загулять в первый день я не покрываю, как загулять, на второй день покрываю. А клубнику я покрыл, аж получается на третий день. Ну, будем смотреть. Покрылась, не покрылась, будем наблюдать. Это ж такое дело, не покрылась, то еще раз покроем. Вот эту свиноматку я переведу, где поросилась клубника. Там загорода большая, и для поросят отделение есть. А сюда запущу тех четырех с маленького сарая. Эти у нас растут, это к Новому году пойдут. Давай, каштанчик, давай сюда, кашташа. Пошли, пошли, каштан, давай, стой, давай сюда, каштанчик, пошли. Пошли сюда, пошли, пошли. Пошли, по-моему, рыжим чуть-чуть и дружу, пошли, каштан. И само отношение, допустим, до того же хряка, у меня, допустим, что этот хряк, что хряк, который... Сейчас им роты немного позакиваем. Что яша, которого я продал. То есть, по ним вопросов нету, по хрякам. Они не буйные. Они буйные, потому что я их сам не гоняю, то есть не бью. Там лопатой, мастерком или ковшиком. Не бью. Отношусь к ним нормально, и они у меня не буйные. То мне писали, что смотри, хряки опасные. Хряки опасные, да, он огромный, опасный. Ну, если он чувствует нормальное отношение к себе, он так же сам и относится. Так само по свиноматкам. К ним надо ко всем более-менее нормально относиться. Они чувствуют доброту, заботу и сами работают на все 100%. И так само на откорме. Они едят, растут хорошо, потому что отношения до них тоже нормальные, позитивные. Если вот тут негатив постоянно бить, раздражает, психуешь. Да, бывает там, ну, каждый день одно и то же самое. Надо убирать каждый день. Надо эти корма колотить. Где-то, ну, тут еще в этом сарае это у меня вообще без проблем. Тут они, я сошкреб сюда убрал, тачку там раз, два, три дня и все. А в старых сараях там, конечно, проблематичнее. То доску сорвут, то что-то вырвут, то еще что-то. Поэтому тут у меня проще в этом сарае. Новый сарай есть новый. И в том сарае, который я строю, еще новый сарай, там будет намного еще проще. Там клетки будут три на два или там четыре на три. Намного проще. Вот этот сарай просто сошкреб, допустим, если даже каждый день понемногу сошкреб в глоток. С лотка убрал и все. Давай, каштан. Каштанчик, пошли. Давай. Пошли, пошли. Пошли, каштан. Пошли, пошли, пошли. Пошли, пошли. Давай на выход. Пошли. Пошли на выход. Пошли. Давай, давай, каштан. Давай. Такой проходик маленький, уворачивается такой хряч. Давай, каштанчик, поморыжим грушу чуть-чуть. Не захотел он выходить. Чувствует, что никто не в загуле, поэтому сильно не рвется никуда. Ну, пускай. Сейчас пройдет день второй, побежит сюда. Эту мы тоже покрыли этим же хряком, рыжунью. Да, рыжка? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова